здравствуйте сегодня 15 марта 2022 года 7.55 утра я уже сегодня записал одно сообщение предыдущее сейчас делаю запись на диктофон олимпус и на электретный конденсатор на электретный правильно сказать электретный микрофон советский высокочувствительный мкс-100 я его еще при советском союзе покупал и питание в нем поставил литиевую батарейку аккумулятор точнее сказать 18650 такой типоразмер 42 вольт он максимум задает или 3 7 вольта при разрядке сейчас можно будет сравнить звук с предыдущей записью и послушать звуки природы как птички радостно поют приветствует весну далековато слышен шум машин колонна идет где-то ну километров 8 10 от меня в селах сейчас нигде ничего не работает из-за войны поэтому звук далеко распространяется и я почему сейчас вышел еще одну запись сделать я услышал из дома звуки обстрелов по чернигову выход был и возможно что в процессе этой записи опять взрывы от снарядов от пушек вот взрыв был из пушек стреляет по чернигову это на весь день зарядят вот такой обстрел с разных сторон пытается взять этот город стреляет по нему не знаю слышно или нет но я ушами слышу лучше чем микрофон хотя он высокочувствительный но если добавить к нему дополнительный микрофонный усилитель мало шумячий в нем внутри есть свой усилитель но если дополнительный еще усилитель поставить то у него чувствительность резко поднимется я когда-то давно делал такие микрофонные усилители и знаю возможности этого микрофона то есть он такой звук слышит как маленькие букашки по траве движутся и шелестят своими лапками ну маленькие букашки это миллиметров пять в длину то есть у него чувствительность очень высокая хотя за столько лет скука этому микрофону я его покупал где-то восемьдесят втором году в прошлом в веке уже ему лет лет и говорится памяти нет и чувствительность этого микрофона по сравнению с новым постепенно снижается заряд электрита уменьшается и свои свойства он со временем утрачивает а раньше шикарно конечно этот микрофон работал это вокально музыкальный такой полупрофессиональный микрофон микрофон послушайте звуки природы тут и куры и вот и в усе и коты тут мы сейчас на дереве сидят на солнышке греются вишня такая под домом есть и у соседей птицы вот эти домашние утки гуси куры слышно как соседи разговаривают в общем война это паскудная такая вещь которая никому ничего полезного не делает и вот этим участникам войны со стороны россии делает зло в первую очередь потому что они рискуют жизнью рискуют здоровьем зарплатные карточки женам поставляли жены тратят деньги как хотят они эти деньги не экономят не ценятся потому что они своим горбом своим трудом эти деньги не зарабатывают а мужики вот эти дурные россиянские разных национальностей и народов которых понагоняли этой ордой тараканьей татарам анголов на территории Украины они бесплатно воюют по принуждению по приказу думайте своей головой и понимаете что вам эта война нахер не нужна никакой пользы от нее вам нет вы сейчас за бесплатно воюете все эти лишения питания в сухомятку просроченными продуктами которыми вас снабдили в россии и выгнали обманом и недосказанностью на территории Украины якобы под видом военных учений под границей с Украиной а на самом деле вас бросили в мясорубку войны и вам как бы деваться некуда но выход есть сдавайтесь в плен вы таким образом сохраните свое здоровье свою жизнь и живыми вернетесь сейчас громкий взрыв был со стороны Чернигова донесся звук расстояние довольно большой около 45 километров по прямой поэтому если сейчас ночь была или поздний вечер темный вспышка света я бы увидела звук конечно позже доходит потому что скорость распространения звука в воздухе она меняется и из-за влажности и из-за температуры ну вот когда в свое время там экспериментаторы ученые определяли скорость распространения звука в воздухе то над водоемом ее замеряли на лодках значит сидели на каком-то большом озере один человек на лодке стреляет а другой находясь на другой лодке или на берегу нажимают на секундомер и фиксирует время вот того момента как он увидел вспышку и до того момента как он увидел услышал ушами звук от этого выстрела таким образом скорость распространения звука измерилась но многократно делали повторы этих экспериментов и в результате усреднили и вычислили что где-то 368 или 365 метров в секунду скорость распространения звука в воздухе при температуре плюс четыре градуса над водоемом вот какой громкий взрыв произошел этот весь день чернигов будет бомбить сейчас чернигов серьезная проблема с поставкой газа с электричеством продукты питания пока есть все нормально вот обогрев есть не во всех домах потому что при отсутствии электричества не работают циркуляционные насосы и вода горячая не может прокачиваться ну естественно что и холодной воды нет поэтому сельская местность на таком примитивном уровне как в селах живут получается даже легче жить чем в городах с них тут коты кошка на солнышке греется а соседский кот кот кассирка пришел крутится вертится и мой кот Мурзик который в видео попадал сидит на дереве и Шура Мур с этой кошкой пытается крутить в общем коты время не теряют любого у них морковь за кошками бегают и в то время когда россиянские засранцы с грязными жопами с немытыми яйцами бегают по Украине и наших людей убивают вместо того чтобы бабу свою трахать или по бабам бегать они тут херню и занимаются и ненужным делом которое им абсолютно никакой пользы не приносит а коты зря время не теряют за кошками бегают пострахивают и развлекаются и по три раза на день горячую еду едят а вы россиянцы засраные на сухпайки и на ворованных продуктах украденных из украинских магазинов из украинских домов из сельских домов и так далее это со стороны Седнево и там есть установка седьмой километр и дальше туда вот если смотреть на Чернигов с севера стоя спиной к российской границе а лицом к Чернигову то левее этого седьмого километра в сторону Новгорода Северского там по дороге вот оттуда этот звук пришел ну вот ушами двумя хорошо слышно телефоническое звучание получается и достаточно точно можно определять направление я эту местность хорошо знаю потому что многократно ее на велосипедах изъездил и вдоль и в поперек больше 14 тысяч километров я проездил село находится на расстоянии приблизительно 60 километров от границы с Россией и с Белоруссией и Белоруссией и километров 50 по дороге до Чернигова но так по прямой километров 45 получается вот такие мощные взрывы идут со стороны Чернигов и под Черниговом идут бои хотя россиянские галадранцы пытаются захватить Чернигов но Чернигов мужественно сопротивляется и ничего у них не получится с захватом этого древнего исторического красивейшего города Украины так что с этой войной идите нахер возвращайтесь домой и перестаньте воевать против Украины ваша война вернется вам обратно с злобой ненавистью ваших жен и вам это все боком вылезет и вы в экономической катастрофе в России будете жить и вам эта война десятилетиями будет горем отвиваться и вы из нее из этой экономической пропасти длительное время не вылезете и ваша жизнь сейчас можно сказать ушла под откосы в жопу так что незачем лезть на чужие земли пытаться их захватывать и пытаться превратить Украину свою рабскую территорию в жительницу как это было при СССР и пытаться качать отсюда ресурсы и нас держать за рабов мы не готовы стать рабами мы не хотим этого и мы всячески сопротивляемся этой войне и Украина выставит победит хотя у нас и население меньше но сейчас Россия дошла до того что наемников нанимает и в Африке негров берет воевать и в Сирии нанимает там за 200 или за 300 долларов в месяц наемников для войны так что обосрались вы россиянцы 140 миллионов жителей а воевать никому находятся умные среди мужчин которые отказываются идти на эту войну не подписывают контакты а те кто подписали устраивают забастовки и отказ и правильно делают не рискуйте своей жизнью не подвергайте свое здоровье тому что вас покалечат расстреляют и вы инвалидами без руки без ноги покалеченные просстрельные будете жить бомжами потому что зона вас быстро выгонят из дому разведутся все у вас отожмут и вы в результате нищими голодными и никому не нужными останетесь и будете еще алименты платить на детей слава Украине слава защитникам Украины слава героям Украины здоровья вам благополучия и 100 лет жизни удачи вам всего вам хорошего до свидания